Добро пожаловать к нам в Саратов. Спасибо, что приехали. И на это такой сразу первый же вопрос. У нас праздник, День города. Исполняется 432 года нашему Саратову. Ничего себе. Да, вот такая цифра у нас крупная. Что пожелаете Саратову за победу? Я думаю, самое главное, чтобы было комфортно и уютно жить в городе. Вот и все. Наверное, чтобы сердце радовало, чтобы люди не хотели уезжать. Чтобы люди гордились своим городом. Чтобы им было с улыбкой выходить по утрам на улицу, идти на работу. Первый раз к нам в Саратов приехали или нет? Нет. Я был много раз в Саратове. Мы с группой приезжали на сольные концерты. Но раза 3-4 мы точно приезжали. За 25 лет это за последние. Как вам Саратов сегодня? Успели? Может погулять перед выступлением? Мы отметили, во-первых, что набережную красиво сделали. В прошлый раз мы приезжали, она была в таком состоянии еще дореволюционном. А сейчас я смотрю, что практически все города России сейчас взялись все-таки восстанавливать потихонечку. Какие-то делать реставрации. Поэтому мне очень уютно в центре, например, погулять. Мы немножко погуляли. Мне кажется, очень комфортный, тихий город. Вот надо переезжать, честно говоря, потому что у меня в Питере уже вот так вот эта суета вся. А здесь прямо в самый раз. Но похоже вообще немного на Питер или нет? Нет, совершенно не похоже. Но похоже на большинство обычных русских городов таких средних. То есть, когда ты в центре, мы все время шутим, что вот так выйдешь после праздника утром из подъезда и такой, блин, а где я нахожусь? Да, в какой части страны? В принципе, и это говорит о том, что есть отпечаток определенной русской культуры в городах, что они друг на друга похожи. Мы немного, наверное, вперед, сразу забежим. Концерт-то сейчас будет, мы все его ждем, жители ждут. Обещу. И еще вот в будущем уже хочется еще раз приехать, может, еще побольше здесь погулять, куда плыть, тут в Саратку. Ну, мы жили ленинградцы, люди воспитанные, да, поэтому нас, как только пригласили, мы сразу чемодан подхватили, который стоит уже у входной двери, всегда собран. Мы же всегда гораздо, мы просто первыми не нападаем никогда. А так-то ответим всегда, да ура. Ну, какие песни сегодня подготовили, как вообще подбирали композиции вот для такого фестиваля русской культуры? Да, разные, честно говоря, потому что мы за 25 лет умудрились 19 пластинок записать, они все разные по стилю музыки и содержанию, но мы решили такой винегрет сделать, да, чтобы показать и спокойные песни, и романтические, и шесть немножко, да, то есть как бы и веселого, и серьезно, очень со сдвинутыми бровями. Да, всего будет по чуть-чуть такой, вот как бы винегрет такой, чтобы осветить максимум все творчество.